Вода прибывает. В каких населенных пунктах округа уровень воды приближается к критической отметке? Под пристальным вниманием. Состояние сотовой и стационарной телефонной связи со всеми населенными пунктами округа в период ледохода находится под контролем. Муниципалитеты должны получить поддержку при реализации проектов по благоустройству территорий. Такое поручение дал глава региона Александр Цибульский. Закончились конкурсные процедуры по отбору санитарно-курортных и детских оздоровительных организаций для отдыха детей из Ненинского округа. В каких санаториях предстоит отдыхать летом тем, кому полагаются путевки? С наступлением весны жители региона все чаще выбирают двухколесный транспорт, о чем стоит помнить, прежде чем сесть за руль. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Голова основного ледохода на реке Печора сохраняется на участке Мутный материк Уссильма в 329 километрах от Наринмара. Голова местного ледохода развивается на участке Йормица деревня Пылемец в 67 километрах от столицы округа. Подвижки льда распространились ниже по реке Дооксина. Ледоход от среднего до густого. Уровни воды при ледоходе по информации на 16 часов составляют. В Тошвицке вода прибыла на 35 сантиметров, в Великовисочном и Лабужском на 20. При этом в виске уровень воды приближается к неблагоприятной. На 45 сантиметров вода прибыла в Пылемце. В Хангурии рост воды составил 60 сантиметров, а в Оксина – 7 сантиметров. Зафиксированные подвижки льда на участке Нижняя Каменка, Хангурии и Оксина. Ниже по течению подвижки не распространяются, лед стоит. На участке большая сопка Наринмар и ниже до Осколково ледостав за крайными. В Андиге и Осколково за крайный лед подняло. Подход ледохода к Наринмару ожидается 25 мая. Ненецкая компания электросвязи держит под постоянным контролем состояние сотовой и стационарной телефонной связи со всеми населенными пунктами округа на период ледохода. Об этом в ходе очередной расширенной планерки губернатору округа Александру Цибульскому доложил его заместитель, руководитель регионального департамента цифрового развития связей и массовых коммуникаций Иван Болтенков. По его словам, специалисты аварийно-диспетчерской службы окружного предприятия ежедневно проверяют состояние сотовой и стационарной связи в сельских поселениях. Это происходит несколько раз в день для того, чтобы в случае возникновения проблем их можно было устранить в оперативном порядке. В тех населенных пунктах, где есть представители НКС, связь поддерживается с ними. Там, где нет сотрудников компании, контроль осуществляется звонками глава муниципальных образований. НКС круглосуточно мониторит наличие сотовой связи во избежание каких-либо проблем в этой связи. Договорились с Ростелеком, что у нас завозится в ближайшее время оборудование и за те же деньги у нас в четыре раза большая скорость органов власти. Это там повысит эффективность деятельности. Кроме того, в ходе планерки Александр Цибульский обратил внимание всех органов исполнительной власти в период прохождения ледохода на территории Ненецкого округа постоянно поддерживать оперативную связь друг с другом, усилить межведомственное взаимодействие. Это нужно для того, чтобы в случае резкого подъема уровня воды в реках ответственные за мониторинг ледовой обстановки всех уровней могли максимально быстро и оперативно реагировать. В Нарьинмаре период снега и луж практически закончился и предприятие «Чистый город» приступил к весенней уборке муниципальных дорог, тротуаров, парковых зон, площадей и других городских территорий от песка и мусора. На уборке территорий задействовано 10 рабочих, 7 единиц специализированной техники, фронтальный погрузчик, самосвал, малые коммунальные комбинированные машины. Тем не менее, мэр Нарьинмара Олег Белак считает, что полностью избавить улицы и тротуары города от песка не получится. «Город стоит на песке, на песчаных линзах и объективно все равно мы от того песка, который здесь несет его с округи и с тундры, то есть нам его все равно никуда не деть, убирать щетками. Сейчас идет активная уборка, если посмотреть, по крайней мере, по нашим городским улицам, это приладковые зоны убирается, но песок в это время года, он просто объективно, песок у нас суглинистый, но это не песок, это до большей степени суглины, поэтому его присутствие, его, скажем так, объективно, она все равно в той или иной мере будет». Также силами рабочих муниципального учреждения идет сбор и вывоз мусора с городских улиц. Кроме этого, установлен единый санитарный день – пятница каждой недели. Согласно постановлению мэрии, к санитарной уборке улиц должны быть привлечены как жители города, так и организации, независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели. «С 17 числа уже объявлен двухмесячник по уборке, то есть мы проводим это как силами муниципальных учреждений, которые за это отвечают, так и силами этих предприятий и организаций, и в этом должны участвовать, я считаю, что и мы все в том числе здесь присутствующие, показать в этом посильную в том числе и помощь». Генеральная уборка продлится до 20 июля. Сегодня состояло заседание внеочередной сессии собрания депутатов Неницкого округа. Парламентарии рассмотрели четыре вопроса. Так, сразу в двух чтениях был принят законопроект о внесении изменений в ряд окружных законов о выборах и референдумах на территории округа. В основном изменения обусловлены приведением указанных законов в соответствии с федеральным законодательством. В частности, упорядочена процедура выдвижения кандидатов избирательным объединением по одномандатным или многомандатным избирательным округам, отменена норма двойного предоставления документов кандидатами. Кроме того, в настоящее время окружным законом установлен определенный процент подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, внесших в свои подписи подписные листы, которые подлежат проверке. Напомним, что в Ненинском округе 8 сентября 2019 года пройдут плановые дополнительные выборы в представительные органы муниципальной окружной законодательной власти. Плановые выборы пройдут в четырех муниципалитетах. Кроме того, парламентарии одобрили 17 представлений о награждении почетной грамотой собрания депутатов Ненинского автономного округа. С инициативой о награждении сотрудников и ветеранов выступили Манькорское землячество, Совет ветеранов деревни Макарова, детский сад поселка Красное, Центр развития ребенка, детский сад Сказка, Центральная районная поликлиника Заполярного района и Ненинская окружная больница. Комиссии было принято решение вынести вопрос на рассмотрение сессии с предложением наградить 17 жителей нашего округа в почетной грамотой собрания депутатов Ненинского автономного округа. Губернатор округа Александр Цибульский поручил организовать сопровождение проектов по благоустройству сельских территорий. Поддержать муниципалитеты при реализации проектов, которые получили финансирование из бюджета округа, предстоит профильным региональным ведомством. В данный момент проводится работа по подготовке соглашений по предоставлению субсидий муниципальным образованиям в рамках распределения средств, предусмотренных на реализацию проектов инициативного бюджетирования. На получение окружных средств для благоустройства муниципалитетов с начала года было заявлено 23 проекта. Все заявки были допущены ко второму этапу отбора. Победители определены по наибольшему количеству набранных баллов. Общая оценка по каждой заявке выводилась, исходя из таких критериев, как доля софинансирования из небюджетных источников, социальная значимость, наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания объектов общественной инфраструктуры. Мы этой работе будем основное внимание уделять. Было распределено 10 миллионов рублей, но по вашему поручению мы будем доделать еще на 9500 заявку, чтобы закрыть все 23 проекта. Сейчас выделено на 13. В свою очередь Александр Цибульский отметил важность сопровождения инициатив граждан по благоустройству территории с момента заключения соглашения и до окончания реализации проекта. Сейчас очень важно сопроводить наши муниципалитеты, потому что, вы помните, у нас иногда возникали проблемы неосвоения тех средств из того, что наши муниципалитеты не могли грамотно оформить документы и провести все процедуры, которые необходимы. Поэтому я прошу вас вместе с департаментом подключиться к этому вопросу и отработать прямо в ручном режиме с каждым муниципалитетом по каждому проекту. Муниципальным образованием выделят субсидии из окружного бюджета 10 миллионов рублей. Максимальный размер субсидий 1 миллион получит администрация поселка Искателей на благоустройство зоны отдыха в районе Захребетной Курии. Остальные средства будут распределены между другими муниципалитетами. Так в конкурсе одержали победу такие проекты, как приобретение уличных тренажеров и игровых элементов для детских площадок в Пустозерском сельсовете. Они будут смонтированы сразу в трех населенных пунктах, таких как Оксино, Хангури и Каменка. В Нижней Пёше появится хоккейный корт, спортивные площадки будут сделаны в селе Тельвиска и Виска. В Шойне, например, будет благоустроена набережная, там установят арт-объект «Я люблю Шойну». Тротуары будут отремонтированы в Верхней и в Нижней Пёше, но и много других проектов в других населенных пунктах также будут реализованы. По условиям конкурса из окружного бюджета каждый проект может быть профинансирован в объеме не более 89% от необходимых затрат. Доля муниципального образования должна составлять не менее 10%, граждан, предпринимателей и юридических лиц – не менее 1%. При этом вклад жителей в реализацию инициативы предусматривается в различных формах, в том числе и трудовым участием. Наталья Кислякова, Александр Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Нининском округе стартовал дополнительный конкурс по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Его проводит региональный департамент финансов и экономики. Основная цель конкурса – финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на начальной стадии создания и развития бизнеса. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо обладать знаниями предпринимательства. Их можно получить на курсах в Центре развития бизнеса, быть зарегистрированными предпринимателями, а также иметь бизнес-план и собственные средства на реализацию проекта в размере 15% от получаемого гранта. Кроме того, отмечают эксперты, участникам необходимо тщательно проанализировать рынок, а также реально рассчитать финансовые затраты. Также необходимо погасить все налоговые задолженности. Самое сложное – это бизнес-план. Но, опять же, в него нужно погрузиться и его докрутить. Многие обычно делают бизнес-план за пару дней до окончания сроков подачи на коленке. И, соответственно, мы имеем то, что имеем по результатам последнего конкурса. При рассмотрении заявок особое внимание будет уделено показателям бизнес-проектов и, в первую очередь, количеству вновь созданных рабочих мест. Всю необходимую консультацию, а также помощь в составлении бизнес-плана можно получить в Центре развития бизнеса. Прием заявок на конкурс бизнес-грантов продлится с 15 мая по 17 июня. Добавлю, всего на поддержку проектов выделено 9 миллионов рублей. Делучь и дружба соответствуют требованиям организации летнего отдыха. К такому выводу после соответствующей проверки пришли сотрудники отделения социальной защиты населения. Напомню, именно эти санатории победили в конкурсных процедурах по отбору санаторно-курортных и детских оздоровительных организаций для отдыха детей из Ненецкого округа. В этом году Ненецкий округ закупит 390 путевок мать и дитя и 220 путевок для детей в трудной жизненной ситуации. На летний отдых детей из бюджета региона будет направлен 31 миллион рублей. Были отобраны по конкурсным процедурам признаны победителями санаторий Делуч в Анапе, детская оздоровительная дружба в Нижнем Макокпсе, это в Лазаревском районе города Сочи. В настоящее время проводится проверка наличия всех условий, направлены специалисты учреждения, учреждения ОСЗН, после чего, когда будут проверены все условия в этих оздоровительных учреждениях, будут заключены соответствующие контракты. Оздоровление окружных детей совместно с одним из родителей в Черноморской здравнице запланировано с мая по октябрь. Выезд организованных групп детей пройдет в две смены. Первый заезд 22 июня по 13 июля, вторая смена продлится с 13 июля по 4 августа. В Ненецкий округ пришла долгожданная весна, а это значит, что жители региона активно пересаживаются на двухколесный транспорт. Мотоциклы, скутеры, мопеды и, конечно, велосипеды. А тем временем, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует, прежде чем сесть за руль, открыть главу 24 правил дорожного движения и прочитать требования к передвижению на двухколесном транспорте. Восьмилетний Рома научился кататься на велосипеде прошлым летом. Сейчас он не только лихо управляет своим транспортом, но и знает основные правила дорожного движения. Если тебе нужно перейти, например, с этого края на другой, то можно переходить только по зебре. А если нет зебры, то по светофору только на зеленый цвет. Если ты не убедился, что перед зеброй машины не остановились, если ты отвлекся, то тебя могут сбить машины. Поэтому надо всегда убедиться, чтобы машины останавливались. Кататься на велосипеде любят все дети, но лишь немногие родители объясняют своим малышам, как ездить по городу, не мешая другим людям и не создавая опасных ситуаций для пешеходов и автомобилистов. Тем временем от соблюдения правил дорожного движения зависит безопасность всех его участников. «Правил дорожного движения детей лучше обучать с раннего возраста, как ребенок только начинает ходить. И важно настолько, чтобы в целях безопасности, конечно же, обучать». Согласно изменениям ПДД, которые вступили в силу с 1 января этого года, велосипедистов поделили на несколько возрастных групп. Так, например, дети до 7 лет могут передвигаться на великах только в сопровождении взрослых, а дети от 7 до 14 лет могут кататься только в пределах пешеходных зон, то есть по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Наринмарские школьники хорошо знают это правило. «Когда переходишь через пешеходный переход, нужно слезать с велика. То, что нельзя ездить на дороге». «С 14 лет можно ездить по дороге или с 18. «Лучше с 18». «А также надо соблюдать правила безопасности. Если горит зеленый пешеход, ну, зеленый, ты должен слезть с велика, посмотреть налево-направо и еще раз, и тогда переходить дорогу». Правила на дороге действуют для всех участников дорожного движения, в том числе и велосипедистов. Садясь за руль, водитель двухколесного транспорта, как и водитель автомобиля, должен проверить его исправность. «На что должны обратить наши велосипедисты? В частности, это на техническое состояние своего велосипеда, то есть тормоза, руль, сиденья, чтобы все было в исправном состоянии. Также требуются правилами, если это темное время суток, обязательно должны быть фонари, спереди белые, сзади красные, и, естественно, дополнительно это светоотражающие приспособления на велосипеде должны быть, для того, чтобы в темное время были заметны для других участников дорожного движения, то есть водителей автомобилей». Велосипедистам стоит помнить, что пешеходный переход нужно пройти именно пешком, а не на транспорте. Штраф за это нарушение 800 рублей. Кроме того, так же, как и автомобилистов, владельцев велосипедов могут оштрафовать за пьяную езду. С 2013 года после ужесточения правил сумма штрафа составит до полутора тысяч рублей. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Хоккейная команда «Труд» завоевала серебро ночной хоккейной лиги. В финале окружные хоккеисты встретились с командой БМЗ из Брянска. Одержав до этого победу над соперниками из Пензы, Чечни и Курской области, «Труд» вышел в финальный поединок, где со счетом 7-3 в пользу брянских спортсменов стал серебряным призером ночной хоккейной лиги России. Этот успех значительно превзошел прошлогодние достижения нарьинмарских любителей игры в хоккей. В 2018-м «Труд» занял шестую строчку рейтинга НХЛ. Серебром хоккеистов из НАО поздравил губернатор региона Александр Цибульский в своих аккаунтах в социальных сетях. «Горжусь, что катаюсь на одном льду с этими ребятами. Серебро ночной хоккейной лиги – отличный результат команды «Труд». Спасибо команде и тренеру, написал Александр Цибульский. Команда капитана Алексея Гербова «Труд», тренирует которую Эрнест Зюба, выиграла путевку в Сочи по результатам отборочных игр ночной хоккейной лиги в Нарьинмарии. Хоккейная ночная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.